Привет, Валюша, Машу. Присоединяюсь, остановись гостем. Я снимаю эту городскую маску. Привет! Привет, привет! Всем привет! Как мы с тобой тему назовем сегодня? Давай придумаем. Переезд в Италию, не знаю. Тонкости переезда, почему нужно переезжать. Валюш, я тебя представляю как мою однокурсницу. Мы с Валей учились в школе, в вечерней школе, средней, кстати, школе в Италии. Мы проходили заново школьный курс для того, чтобы подтвердить свое образование, так ведь? Да, чтобы получить, как можно сказать, среднее образование здесь, в Италии. Два года назад мы выпустились, Валюша потом отправилась на обучение дальше, а я уехала в свою Тоскану, так здесь и живу. Хорошо, расскажи, как ты вообще переехала в Италию и что тебя сподвигло на такое решение? У тебя двое детей и муж. Почему? Да. Я начну с того, что Италия – это не первая страна, в которой мы уже жили. Мы начинали, как, наверное, многие из нас, Москва. Мы прожили в Москве шесть лет, мой муж там занимался бизнесом, и в какой-то момент он вложил огромную сумму денег, и эта сумма денег, она зависла, зависла на неопределенное время, и мой муж, можно сказать, он был в таком подвешенном состоянии, в состоянии депрессии, не знаю, как это можно назвать. Мы начали очень переживать по поводу войны, Украина-Россия, у нас начались проблемы с документами, кто знает, надо было оплачивать за легальное пребывание на территории России, не гражданам. Но если это раньше стоило 1200 рублей за человека в месяц, то потом это поднялось чуть ли не до 5000. И мы просто прикинули, что если вот дальше будет вот это все подниматься, бизнес не идет, деньги зависли, вот что-то нужно менять. Нас очень многое стало не устраивать. Если нас что-то не устраивает, я говорю, надо пожевелить, собственно, тазом и подумать, куда нам уехать. В этот момент нашлись наши друзья из Канады, из Австралии, из Италии, из Германии, Турции, Азербайджан. Все начали предлагать, приезжайте к нам, там такая вот военная нестабильная ситуация, переезжайте. Хотя, в принципе, все было спокойно, никаких ущемлений мы не ощущали. Просто вот знаешь, вот самовнушение, вот эти все разговоры, давление извне, страхи какие-то, двое маленьких детей, муж гражданин Украины. Вам в России угрожало что-то, живя в России, будучи гражданами Украины? Ну, слушай, собственно говоря, ничего не угрожало. У меня там очень было москвичей, много знакомых, все были очень по-доброму настроены к нам, отношение было суперское. И это, скорее всего, стереотипы, вот знаешь, вот родственники наши, которые переживали, а вдруг начнется война, а вдруг вы не сможете выехать, а вдруг заехать, а вдруг чего-то, а вдруг как-то, знаешь. И вот это все, вот все факты, которые нас не устроили, да, и мы начали думать, куда бы нам переехать. Предложений было много на самом деле. Вот очень большая диаспора, самая большая диаспора в мире украинцев, это в Канаде. Там неплохие условия, там есть друзья. Но мы выбрали Италию, потому что здесь живет моя мама. А, да, она здесь уже очень много лет живет, она меня, собственно говоря, уже очень много лет звала к себе. В это лето, когда мы решили, что мы переезжаем, как раз мы собирали документы на отдых, собственно говоря. Ну а потом я решила, слушай, ну раз уже так, у нас все документы готовы на Италию для отдыха, а поехали по-прежнему там пожить, ну, там, не знаю, год, полтора, я не знаю, сколько, как получится. Мне понравится, всегда можно вернуться, знаешь, на свое насиженное место, в угрюмый темный город, там, где всегда холодно и темно. Мы приехали, приехали в Италию. Было, конечно же, непросто, потому что, ну, не сразу мы нашли работу. Ну, подожди, пока до того, как вы приехали в Италию, расскажем, как ты готовилась к переезду, как вы готовились к переезду. Вы решили, что вы приедете в Италию, окей, к маме. Что вам для этого понадобилось? Документы собрать. Мы, понимаешь, мы собирали документы на отдых. Мы делали просто... Это было туристическое визе и остались здесь. Да, 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 да. То есть мы получили приглашение от мамы, но все было достаточно просто. Вы остались нелегально, но в то время, как вы пребывали здесь в Италии как туристы, вы уже подали документы на вид на жительство, да? Вы знаете, мы в первую неделю поняли то, что мы хотим здесь остаться, попробовать остаться, и мы начали сразу шевелиться, знаешь, шевелиться по поводу документов. Но, к сожалению, мы попали на товарищей эфиристов, которые оказались не адвокатами, там, или псевдо-адвокатами, не знаю, как их правильно назвать, которые, ну, нам такую сумму за документы вот объявили, 500 евро за человека, для того, чтобы собрать документы и подать в квестуру, это местная как полиция. Мы, собственно говоря, попались на этого адвоката, сдали все документы, сделали предоплату, а потом как мы выяснили вообще, что это мошенники? Мы и я пошли, у меня по плану была прививка для моего ребенка младшего. Я обратилась в больницу о том, что мне делать, как мне сделать эту прививку. Меня попросили документы, которых у меня не было. Меня отправили в местный сельский совет, это была такая деревня итальянская. Мы обратились туда, в окошко для иностранцев, и я рассказала ситуацию о том, что мои документы, они там их делают, чего-то там как-то. И в этом окошке для иностранцев мне сказали, девушка, таких законов нет, они вас просто обманывают, мы должны сейчас об этом заявить в соответствующие органы, и, собственно, мы возьмемся делать вам документы. Собственно, вот это вот окошко в этом сельском совете нам и помогли люди из данных органов сделать документы. Это была Феррара, это же, и нам подсказала женщина-украинка. Вот, я вам сейчас подскажу, обалденный адвокат, он со всеми украинцами работает. Ну, то есть, я не знаю, что подвигла, я не знаю, двигала этой женщиной, когда она сама мама, она бабушка, да, и она видела то, что мы приехали, мы неграмотные. Моя мама с такими вопросами никогда не сталкивалась. Она сделала документы еще в самом начале своего приезда, и она даже не сталкивалась с вот этим всем, с этой волокитой. И она приехала одна, она не приехала с семьей, там сразу их легализировали, все оформили на работу и так далее. Поэтому она была некомпетентна в этом, она не знала. То есть, нашлась вот такая... Наверное, та женщина тоже хлебнула неплохо, да? И поэтому по собственному опыту знает, как это трудно оказаться в подобной ситуации. И с детьми когда-то, тем более, не знаешь, куда детей везти. Просто я предполагаю, что женщина становится просто вот как волчица, да? Она готова порвать всех, если что-то с детьми случается. Она начинает копать, выкапывать информацию. У нее это получается гораздо эффективнее, чем если бы она была одна, например. Ну да, да, у нас и было так рассчитано с супругом, чтобы все это организовать до того, когда наш старший сын пойдет в школу. Он полтора года ходил в детский сад. Кстати, в Москве это практически нереально. Притом мы не граждане, мы не были там, допустим, я не знаю, мы даже в очередь не могли зарегистрироваться на сад. Это очень дорого. Я узнавала, знаешь, что по знакомству устроить ребенка в сад стоило от 150 тысяч. Это официально, я тебе заявляю, это было лично со мной. Это немало. Это твой ребенок потом же не будет ходить бесплатно туда, ты должен это все доплачивать, платить, как и все остальные. Но мы посидели с мужем и подумали, слушай, 150 тысяч рублей, это сколько мне нужно работать, чтобы оправдать эти деньги? Лучше я уже тогда сама буду сидеть со своими детьми. По рекомендации этой женщины вы отправились в какую-то другую организацию, да? Да, да, это обычные социальные службы, абсолютно бесплатные. У нас все получилось, нам очень сильно помогли, очень доброжелательно были к нам настроены, нам предоставили переводчика, адвоката, я не знаю, всех, на всех, кто нам был нужен. А сколько времени вам понадобилось для того, чтобы ваши документы подтвердились, чтобы вы их получили на руки и могли им пользоваться? Долго, около года, долго. То есть мы еще разбирались, мы еще забирали те документы, которые мы сдали, там какие-то были в оригинале, какие-то были копии, там вот очень долгий такой процесс был, долгий. Ну и хорошо, чем ты занималась вот в течение этого года, пока ждала документы? И надо сказать, что в Италии, пока ты ждешь документы, видно, жительство, ты не можешь, не имеешь права работать. Ну, нам выдали в Квестуре вот такой обычный листок формата А4, на котором было указано, что мы не имеем документов, но нам разрешено работать. А, даже так? Да, вот такой вот документ, просто все надо прочитывать, все надо уточнять, если ты чего-то... А у меня нет возможности работать, там написано, что была возможность работать там сколько-то часов, ну, там практически мало совсем, там, или 2 часа в день, что-то такое. Ну, правильно, ты идешь, сначала прорабатываешь этих 2 часа в день, если устраивает работодателя качество твоей работы выполненной, да, они потом подают, уже работодатели от себя подают заявление в Квестуре о том, что разрешите, пожалуйста, данному человеку работать на моем предприятии легально, уже полный рабочий день. Ах, вот как оно устроено, видишь, ты попробовала это, как ты вообще узнала, что есть такая вот... А я просто, у меня есть привычка перечитывать все документы, все там мелким шрифтом со всякими звездочками, все такое. И с переводчиком, гугл нам в помощь, и мы все перевели, вот чего-то узнали, чего-то не узнали, что-то спросили, обратились, дозвонились в эту Квестуру, переспросили. А вот все, опять же-таки, моим главным переводчиком была моя мама. Моя мама, да, я только хотела спросить, как ты все это делала, не зная языка. Ну, а язык-то ты как учила, расскажи. Первый год вообще никак не учила. У нас не особо клеилось с работой, вот чего-то, знаешь, как-то... Было очень тяжело и мне, собственно говоря, но больше всего было тяжело моему мужу. Потому что мы приехали из такой сферы, там, где вот вчера еще буквально, у него было там около пяти рабочих, а сегодня он рабочий у кого-то. Это очень тяжело, и ты берешь на себя ответственность, и ты понимаешь, что ты должна в этот момент поддержать своего супруга морально. Это очень было важно, потому что... Как важно, притешать, когда ты с ума, да, в таком остатке, в непонятке, что делать, с двумя детьми, в непонятной среде, и без каких-то особенных перспектив. Это очень тяжело. Да, 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 но мы брались за разную работу. Я помню, самая такая нелепая работа для моего супруга, это, не знаю, кто-то позвонил из наших товарищей, говорит, здесь один садовник ищет помощника обрезать деревья. И мой муж пошел туда, не потому что он хотел, или потому что там он очень... Да, у нас был свой там какой-то мини-сад, там два-три дерева каких-то, мы сами за ним ухаживали, но вот в таком объеме, вот так вот наниматься куда-то, да, но он пошел, он потом, знаешь, он был восхищен вот техникой. Это же не так, как у нас там какими-то ножницами садовыми там все это обрезалось. Это была техника очень крутая, очень дорогая, он тебя говорит, ну слушай, ну прям это все супер, ты сидишь просто и управляешь вот этим всем компьютеризированным, всем классным, говорит, и там вот само помещение, там где хранилась всякая техника, говорит, ну это просто дворец. То есть настолько здесь вот люди уважают свои сады, свой труд, свое дело. Да, здесь надо сказать еще, что очень отличается в плане работы менталитет итальянцев и русских, потому что итальянцы не стесняются работать. Даже если это такая расфуфыренная женщина, она держит свой магазин, например, ей не впаду будет выйти и поднести перед этим магазином, или там помыть окно или двери, правда? Конечно, да-да-да, я считаю это правильно, потому что мы тоже, мы не успели с мужем открыть автомойку, мы уже сразу наняли мойщиков, барменов, официантов, там не знаю, всех, кого попало. Почему бы не стать и не поработать самим? Да, а если ты там держишь какой-то мини-салон, там где ногти делают, или там даже кабинет, не только салон, или какой-нибудь, если уж магазин, то тем более, все, я уже там привилегированный. Я сейчас представляю, зрители нас смотрят, да, многие из них, наверное, тоже имеют какой-то свой бизнес и все прочее. «Ребята, не сменяйтесь работать, да? Пожалуйста, труд украшает человек». Расскажи, пожалуйста, о том, как твои дети перенесли переезд в Италию, как они учили язык, может быть, столкнулись с какими-то проблемами, потому что из моих зрителей многие девушки-женщины уже имеют детей, и многие из них уже боятся как-то двигаться, тем более в другую страну, из-за того, что, ну, у меня же ребенок. Мне кажется, это должно быть на мотивации. У меня ребенок, я хочу дать своему ребенку светлое будущее и поехать в ту страну, там, где будет ему лучше. Мои дети не перенесли абсолютно никаких сложностей, трудностей, им вообще было, мне кажется, все равно, куда они там едут, куда они летят, им было интересно путешествовать, они были очень маленькими, единственному старшему моему сыну Кариму не хватало снега. Они, наверное, не осознавали, что мы переехали куда-то, вот мама, вот папа, и все. Наверное, их выручало еще и то, что их двое. Все-таки они не оставались друг без друга, да, всегда они были вместе и друг другу составляли компанию. У меня ведь тоже сын, и я столкнулась с тем, что он стал очень агрессивным, когда переехал и пошел в сад. То есть при переезде этого не ощущалось, но когда он пошел в сад, я узнала о своем сыне абсолютно новые вещи, что он, оказывается, агрессивный, что он бьет детей, что для меня вообще было чем-то странно, потому что всегда, всегда он был милейшим человеком в группе, он не был лидером, но он был милым человеком. А здесь я узнаю вот такое. Оказывается, он переносил очень жесткую клиницизацию, такую социальную. Слушай, еще зависит очень много от психологического состояния ребенка, вообще человека, да. Кто-то легче входит в компанию, да, в социум, кто-то сложнее. Мне повезло, у меня ребенок старший, он очень такой, знаешь, солнечный. Вот он зашел в группу и всем сказал на русском языке, «Привет, я Карим!» Там мы все такие, знаешь, посмотрели, все мы начали там «чао, чао!» Я там поговорила с преподавателем о том, что да, у меня есть такая проблема, я сама плохо разговариваю на итальянском, ну, как бы и ребенок, я переживаю. В общем, через неделю вся группа знала не порядка 50 русских слов. Я говорю, слушай, я ожидала о том, что мой ребенок начнет говорить на итальянском. В результате вся группа и преподаватели, да, там нянечки тоже разговаривают на русском. Ну, слушай, ну что это такое? Ну, есть у них здесь такая вот политика, они для того, чтобы поддержать, ну, иностранца, они изучают какие-то слова. Даже просили бы чего-то написать. По-моему, видишь, воспринимал это как издевательство. Он, наоборот, бесился. «Бабушка», они, знаешь, говорят. Да, 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 да. Например, если он плакал там или совсем ему грустно становилось, они говорили «мама скоро придет». «Мама скоро придет». Ну, и он думал, что они издеваются на них. Он бился, он бился, он рисовал рисунки, когда дети играли на улице. «Мама»-то весь сидел один в помещении и рисовал смерчи, вихри, цунами. У него все на одном рисунке, все страшное в мире. Вот. Представляешь, что он пережил? И теперь, да, вот только он теперь стал учиться, он уже в четвертом классе ходит в школу. Стал учить детей русским словам. Про образование теперь давай поговорим. Ты оказалась в школе. Мы с тобой вместе оказались в средней образовательной школе. Зачем у тебя вообще это была школа? Для чего? Послушаем. Ну, я еще сделала такое предисловие до того, как я пошла в эту школу. А все-таки нам с мужем стало морально, больше морально тяжело, чем физически. И мы приняли решение, что мы все-таки уезжаем из Италии. Вот так даже? Да. И мы решили. Вот мой муж уже устроился официально на фабрику. Как это называется профессия, когда работают с деревом? Фолоньями, на русском. Фолоньями. Это плотник. А, плотник. Он начал работать с плотником, в общем, строить всякие там сооружения из дерева. Но все равно это было не его. Он к этому не привык, этот график, это все вот не его было. И мы решаемся уезжать. В этот момент звонит его хороший друг из Москвы и говорит, слушай, мне очень срочно ты здесь нужен в Москве. Очень срочно. Мне нужно, чтобы ты возглавил все эти рестораны, потому что мой помощник вот что-то вышел из доверия, и все, ты мне очень срочно здесь нужен. Предложил очень хорошую заработную плату и плюс проценты. То есть все, глаза загорелись, мы там все, у нас здесь полтора месяца, мы сейчас вот он доработает, мы уедем с какими-то деньгами, да. Все, вот все, вот такой ажиотаж. И вот резко от чего-то у меня болеет младший сын. Он у меня просто заболел. И это обнаружила моя мама. Говорит, чего-то мне не нравится цвет его лица, вот какой-то он бледный, какой-то он... В общем, иди к педиатру. Мы пошли к педиатру. Педиатр говорит, да ничего, просто говорит, наверное, он не загорал, еще чего-то. В общем, чтобы ты поняла, через неделю скорая нас отвозит в областную больницу. Мы делаем анализы. И у нас проблема с кровью. Мы лежим в больнице. И то есть уже вот такой страх, знаешь, там нам брали анализы крови, у моего ребенка младшего, там, вплоть до двух-трех раз в день, потому что у него падал гемоглобин, и мы не могли понять, почему. С какими симптомами вы приехали? У моего ребенка поднялась температура. И вот она не спадала. К нам сначала выезжала скорая на дом. Один раз в сутки, два раза в сутки. Просто ему сбивали температуру и уезжали. Моя мама говорит, это ненормально. Это просто ненормально. У него нет сопли, у него нет ничего, но вот он весь бледный, просто бледный. Оказывается, у него был критически низкий гемоглобин, но причина возникновения этого непонятна. То есть вот просто проблемы с кровью. И вот до выяснения обстоятельств мы остались в больнице. Каждый день ухудшались наши анализы, наши результаты. И я тебе хочу сказать, это был такой сложный период, когда мы уже не думали ни о чем. Вот, знаешь, нам сказали, я не знаю, спустя неделю нам дали 48 часов на то, чтобы вот понять, что с ним, если они не понимают, просто делают ему переливание крови. И вот если это не помогает, то как бы, ну, они больше сделать ничего не могут. И вот, знаешь, вот когда у него взяли анализ крови, чтобы выяснить, может быть, это лейкомия, может, это рак крови, или еще чего-то, это был вообще самый длинный день в моей жизни. Вообще для всех нас, мы были все в шоке. Я просто вымолила своего ребенка, я его выпросила у Бога, я уже видела, вот ничего ему не помогает. Была очень серьезная ситуация. Я просто сидела и благодарила Бога за то, что он подарил мне вот этого ребенка, и я была счастлива вот эти вот года с ним. Вот если суждено, то, знаешь, ну вот суждено. Просто я сидела над ним, а он такой весь бледный, он ничего не ест, он под этой капельницей круглосуточно. Ну, и потом резко, просто анализы идут вверх. То есть все, поднимается гемоглобин. Врачи ничего не могут понять. За три дня восстанавливается гемоглобин. Они все просто перешуганы, лечение не было произведено. Просто капельница, чтобы подкармливать его, знаешь, он ничего не ел. И врачи испугались, они думали, что вот так резко, как упал гемоглобин, так же резко он может зашкалить. В общем, все нормализовалось. И врачи нас выписывают. Нам назначают полгода наблюдения. Сначала это было раз в неделю мы приезжали в эту же больницу, сдавали кровь. Потом раз в месяц. И, в общем, мы до сих пор это все делаем. Все отлично, все нормально. Ну, то есть, когда нам сообщили о том, что полгода мы должны наблюдаться, вот тогда отпал вопрос о том, что мы должны уехать. Потому что я хочу сказать... То есть, вы смакивали такой вопрос, что, например, твой муж уезжает в Москву, поработать там, побыть, а ты остаешься здесь с детьми? Такого из них нет? Нет, 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 потому что мы с ним вообще для себя решили, что мы живем одну жизнь, проживаем. И у нас нет 400 лет в запасе, что да, 100 лет, ладно, мы проживем, ты там, я здесь, а потом остальные 300 лет вместе. Мы решили, что мы будем всегда вместе. И он видел то, что меня одну оставлять в таком состоянии нельзя. Это очень тяжело, когда кто-то болеет, и обязательно нужна поддержка, обязательно. Он работал, он отводил и забирал из сада нашего старшего сына. И вот почему мы не уехали? Потому что медицина здесь, конечно, шикарная, на высшем уровне. И я, знаешь, переживала то, что нам выставят такой счет, неимоверно, потому что у нас была палата оборудована вот всем. Просто супер. У нас в таких палатах, вот как здесь обычный человек лежит, да, только очень крутые люди лежат, очень богатые, мега богатые. А здесь вот все, я не знаю, электронная капельница, вот за 5 минут до окончания капельницы она уже дает сигнал, и медсестра знает, что, допустим, в пятой палате, там, десятая койка, заканчивается капельница. То есть не надо никого бегать, звать, там есть кнопки вызова, если вдруг что-то. Там есть свои лаборатории, очень крутые. Там питание вообще такое там просто суперское. Каждому ребенку, каждому больному оно все прописано, расписано. Там есть свой диетолог и все остальное. Анализы крови брались, а прямо там же делались и срочно. У нас такой медицины, я не знаю, как бы это все было. Они были готовы перелить кровь, и я представила, что если бы это было у нас где-то, да, на постсоветском пространстве, то мы бы сами должны были искать донора, ну, вплоть до этого, понимаешь, либо смс-ком забирать на лечение ребенка. Да. И вот я поняла, что мы остаемся. И вот когда я поняла, что мы остаемся, я предложила мужу пойти и учиться. Говорю, ну, раз мы уже остаемся, пошли, уже будем учиться, не помешает. И вот мы пошли учиться. Эта учеба, наверное, помогала вам как-то морально отвлечься от этой ситуации, да, настроиться на какие-то перспективы ближайшие, да? Да, да, ну и, конечно, поддержка. Мы друг друга с супругом очень сильно поддерживали во всех планах. Учеба, работа. Я его поддерживала как могла, потому что я понимала, что ему очень сложно работать под, не знаю, чем-то командованием. Он привык командовать, он привык там чего-то кому-то человеку давать указания. А здесь ему приходится. Это очень сложно. Я понимаю. Я понимаю, столкнулась с похожей ситуацией, когда приехала в Италию, потому что до этого я практически никогда не работала по найму. Я держала свой небольшой кабинет косметологии и массажа и всегда распоряжалась сама своим графиком, приглашала клиентов. Ну, то есть никогда не подчинялась кому-то, сама организовывала. Можно представить, да. А здесь приезжаешь. Мало того, что ты плохо знаешь язык, ты чувствуешь себя таким уязвимым, да, по этому поводу. Тут еще идешь устраиваться, черт знает, на какую работу. Для начала на какую есть хотя бы, на которую у тебя возьмут, такого, какой ты есть, без языка или там сломанного итальянским. И, блин, тебе надо слушаться его, тебе надо быть таким послушным и шоковым, а меня это так бесит, так бесит. Вот я полгода поработала ежедневно в оптике, потом остальной год я проработала по, ну, как по вызову, не знаю, называется, в оптике в той же, но мне переделали контракт, что когда им нужно там, когда позарез, они закапываются в работе, они меня приглашают. Еще год я так выдержала, все, у меня недавно контракт закончился в новом году, я уже его не обновляла. Ты им делала рекламу, ты им была как модель, правда? Это да, вот это единственная активность, единственный вид деятельности, который у нас остался до сих пор, и мы договорились, что если им нужно, если у них новый привоз или там что-то еще, в общем, они рады меня видеть со своими камерами, я прихожу туда, снимаю им такой, типа, небольшой фотороллинг, и они мне за это приплачивают. Вот это единственное, что нас теперь связывает с той фотооптикой. Потом я еще в Чендергросс поработала немножко байером, но тоже я тебе хочу сказать, такая прям на бегу, работа на бегу, такая нервная, мне потом снились телефоны, клиенты, вот такая же вот вертопляска мне снилась в начале, то есть я не могла даже остановиться после такого драйва, вот. А теперь, и потом, знаешь, однажды в один момент все это сменилось на спокойствие и тишину, и вообще я офигела от того, насколько я глубоко погрузилась, я как будто в океан погрузилась, бум, знаешь, и уши закрыты водой, ты ничего не слышишь, нет ни шума, ты наедине с собой оказываешься. Все, что я видела в течение года, это вот холмы из окна, ну или там природу, когда мы гуляем по нашим, в общем, местам, представляешь? Это был такой классный период переосознания, успокоения, то есть я себя почувствовала здесь, и наконец я поняла, что да, здесь мне хорошо, наконец я поняла, что я стабильна, я успокоилась, я прислушалась к себе, потом уже пошли эти ролики, то есть когда я уже вдохновением сама напиталась, я уже начала отдавать. Ну послушай, ведь работа в оптике, это не самая плохая и сложная работа, которая существует в работе. Ну, я поняла, я поняла, кажется, другой бы человек завидовал такой работе, ты работаешь в магазине, не полы моешь, правда? В магазине, среди итальянцев, то есть ты красиво выглядишь, там, презентабельно вроде как, да? Но меня бесило то, что надо приходить на работу каждый день, там, ну, ко времени, если я там опоздала на две минуты, то на меня уже шеф смотрит, там, кривится, если у него плохое настроение, он может на меня наорать, там, матами на меня наорать, вот. И, ну, для меня это было просто унизительно. А, еще даже было для меня унизительно, что я должна убираться там и опустошать корзины с мусором, то есть выбрасывать это все, ну, то есть такие мелочи, да, кажется, я как будто гордая-гордая, но я не гордая, я при этом хожу вдоль улицы, я беру пакет, когда иду на улицу, я беру с собой пакет для мусора и подбираю мусор, который валяется вне мусорки, и несу его до мусорки, то есть нельзя сказать, что я прям такая звезда тут приехала. Ну, просто, видимо, манера, вот, и момент, как это было сказано, да, то есть, бери, пожалуйста, освободи, или, допустим, давай закрепим за тобой, там, вот эти обязанности. Если бы вот так тебе сказали, я думаю, ты бы убрала с удовольствием. Видимо, это было сказано вот как-то свысока. Да, вот это пренебрежение, оно чувствовалось, и чувствовалось, знаешь, такое чувство, как будто бы меня взяли на эту работу, но я теперь за такой широкий жест должна то-то и то-то. Это, пожалуй, неприятно, и оно чувствуется, даже если мне в лицо это не говорят. Ну, еще год на вызов, когда им нужно было, иногда это был целый период, там, неделя, две недели, иногда это затишье на две недели опять. Нужно отметить для наших зрителей то, что в Италии я советую, лично я, работать по контракту. Даже если это тебе предложат, допустим, на несколько евро меньше по контракту, чем по-черному, да, работать, все равно только по контракту, потому что ты более социально защищен. Это во-первых. Во-вторых, здесь действует такое правило, тебе одна зарплата в год откладывается, если ты работаешь по контракту, ты ее можешь забрать, вот, допустим, как расчетная. Ты рассчитался с работы, и тебе вот эти расчетные выдают. Два года проработал, значит, это две зарплаты, там. Три года, значит, это три зарплаты. И плюс, конечно же, потом тебе выплачивают социальные выплаты, да, по безработице. Вот если ты по контракту работаешь, тебе выплачивают. Если ты работаешь по-черному, тебе не оплачиваются ни больничные, тебе не оплачиваются ни 13-я зарплата, ни отпускные, ничего. Так скажи, а эта 13-я зарплата платится каждый год, или она только при увольнении выплачивается, вся накопленная сумма? Да, она выплачивается, как правило, в декабре, перед Новым годом. Елена Приходько тоже пишет, я тоже согласна, что работать нужно по контракту. Почему по контракту? Я, например, предпочитаю по-черному работать. Тогда я могу психануть и пойти. Раз, и все, типа, раз вас не устраивает, могу на хвостовку ушла красиво. А с контрактом так не сделаешь. Ну, послушай, ну и без контракта, если у тебя поднялась температура, и ты не вышла на работу, да, там, неделю, или даже три дня, тебе за эти три дня никто не заплатит. А так ты просто идешь к своему лечащему врачу, который тебе тоже, кстати, предоставлен, потому что ты работаешь, потому что у тебя есть социальный пакет и так далее, и тебе твой врач, лечащий, он тебе действительно выдает такой номерок, который ты сообщаешь туда секретарю, на свою азенду, на свою фирму, и тебе выплачивают сокращение, и может быть еще что-то там, я не знаю, они продлили контракт, или вот что-то случилось. А тебе все равно выплачивают. Пусть 75% от твоей зарплаты, но выплачивают. У тебя есть время, понимаешь, что вот найти работу. И выплачивает, кстати, половину от того, что ты проработал за последние 4 года. Вот ты, например, проработал вот в течение последних 4 лет 2 года, вот тебе год будут выплачивать. По 75% вначале, потом будет это уменьшаться. Ты молодец, что собираешь эту информацию. Давай я у тебя спрошу. Вот по безработице ты говорила, можно получать какие-то выплаты. Ну вот в моем случае. Я закончил все контракты, мне его не продляли. Что, я тоже могу получать, получается? Да, но только не затягивай. Ты должна идти очень быстро и активно. Идешь по тренату, тебя отправляют на Чентру Эмпегу, центр занятости. Тебя отправляют в центр занятости. Ты туда приходишь, ты говоришь, вот я проработала вот эти вот документы. Тебя выслушивают, записывают, тебя направляют на бесплатные курсы. Кстати, я твоей маме обещала дать номер телефона, все забыла. Называется Чентроформ. Они предоставляют всевозможные разные курсы по укреплению итальянского языка, по грамматике, психологии. Вплоть до того, они даже рассказывают, как ты должен прийти на собеседование по итальянскому, это коллокию. И в этом центре занятости, Аня, вот что характерно, там тебе помогают потом найти работу. Вот ты говоришь, вот я бы хотела работать вот тем-то и тем-то. Возможно, ты бы могла работать массажистом, визажистом, не знаю, вот кем-то могу, вот то, что тебе хочется заниматься, да, тем, чем хочется. Ты им сообщаешь об этом, они тебе сразу же открывают свою базу данных и говорят, смотрите, Анна, вот есть такая-то вакансия в вашем городе или возле вашего города. Все важно, есть ли у тебя водительское удостоверение. Вот все очень важно. Все очень важно. Ты, кстати, получила права? Да, да, я получила права. Прямо в прошлом году, 14 февраля мне уже выдали. Это твои первые права или ты раньше уже имела? Я получила в 2004 году у себя дома. И здесь я ездила целый год по украинским правам. И сделала обмен. Водительское удостоверение гражданам Украины, Албании, Молдавии, Польши, Румынии, вы просто делаете обмен. Говорите, я хочу сделать обмен вот этих вот прав на итальянский. Потому что можно ездить по своим, так сказать, домашним правам только год на территории Украины. А потом тебе конвертировать? А потом тебе меняют. Так, вон, после того, на безработицу нужно оформляться в течение нескольких дней с момента увольнения. Да, совершенно верно. Ну, у нас тут были праздники. В принципе, если я сейчас пойду оформляться даже, то могу успеть, потому что у нас были нерабочие. Да, 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 сразу узнавай, где это все находится. Иди узнавай, и вот ты посмотришь, вот будут какие-то улучшения. Возможно, у тебя на курсы какие-то работают. Да, девочки свои права забирают, но их отправляют в ту структуру, там, где вы их получали. То есть, допустим, МРЭО, да, я не знаю, как это на русском аббревиатура звучит, МРЭО, на Московск, там, где я получила права, там, где в школу, там, где я училась водить автомобили, их отправили туда. Они лежат там, как в архиве. То есть, если я приеду... Если ты делаешь конвертацию, так, потому что, как у меня не было конвертации, у меня был такой момент, что мои права белорусские еще были действительны, но у меня уже были новые итальянские. Вот вопрос, или на руках итальянские, украинские. Нет, изымают твои украинские права, тебе выдают документ о том, что ты имеешь право ездить по вот такому, я не знаю, листочку, такой документ, который тебе дает разрешение на вождение аэтотранспорта. Если вы возвращаетесь на родину, как быть? Идти в архив? Да, да, идешь просто там, где тебе выдавали права, и получаешь эти права. Они там в архиве хранятся. Заморолено. Так как мне объяснили. Заморолено. То есть, если я, допустим, вот, ну, ладно, я, я из Беларуси, но если вот человек возвращается в Украину, например, на две недели, там, в отпуск, ему нужно идти куда-то брать свои права. Нет, 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 нет. Это если ты вообще переезжаешь уже домой, тогда ты можешь идти и поменять, и забрать свои права. То есть, это абсолютно без проблем. А то, что у нас, когда мы получаем, есть экзаменационный лист. Этот документ, он важнее, чем сами права, чем само удостоверение. Поэтому вы его всегда храните, сделайте лучше несколько фотокопий себе, чтобы вы могли, если вдруг что, пойти в эти органы, которые вам выдали удостоверение водительское, и предъявить этот экзаменационный лист, и вам выдадут права. Даже можете написать, если вдруг там их не окажется, не знаю, по какой причине, вы можете сказать, потеряла, украли, не знаю, еще чего-то. Ну, если человек приезжает просто в отпуск, ему не обязательно брать свои права. Нет. Он может ездить по-итальянски, правда? Конечно, да, 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 да. Совершенно свободно. Но не всем так везет, как украинцам, хочу сказать, потому что белорусские права, оказывается, не конвертируются. И когда моим правам было 10 лет, пришло время менять права. Я столкнулась с тем, что мне сказали, твои права – это вот zero, все. Ты должна снова начинать школу, проходить все с нуля, как практику, так и теорию. Все, добро пожаловать в автошколу. Пришлось заплатить около тысячи долларов, ой, тысячи евро за автошколу. На нее ушло порядка трех месяцев, если я не ошибаюсь. Пришлось учить всю терминологию на итальянском. Со второго раза у меня получилось сдать. Ну и, соответственно, шесть обязательных уроков по вождению. Тоже нужно еще дополнительно оплачивать. Каждая лекция по вождению стоит 20 евро и длится час. Вот это я пока по-свежему помню. Ну и теперь дали мне до родительского удостоверения. Уже больше года я езжу. А, кстати, вот еще один интересный прикол, да, надо сказать про неопатентату. У нас-то нет такого в Белоруссии, по крайней мере, в России, в Украине, наверное, тоже такого нет. Неопатентату, это значит, ты новичок в вождении, ты прикрепляешь букву П сзади. И что в том, что машину ты должен брать особенную, более легкую, да, менее мощную, там, ограничения в мощности какие-то, да, Валь, подскажи, пожалуйста. Не помнишь? Слушай, я такого не проходила. Я просто пришла, так сказать, в обычную школу для вождения, обменяла себе эти права. Это стоило 130 евро плюс прохождение окулиста. Это порядка 30 евро. То есть, 160 евро, мне все это обошлось. Мне просто поменяли права, посмотрели, вот, все в порядке. Пришло подтверждение из Украины, то, что, да, действительно, я проходила там это обучение в этом году. Это все проверяется. Вот почему долго ждем. Порядка трех-пяти месяцев ждем ответ с Родины о подтверждении. И все, и ты просто... Твои годы практики сохраняются. Ты не начинаешь сначала. У тебя опыт вождения... Да, я не начинала сначала. Ты надавливается, вот. А у меня опыт вождения мой, десятилетний, был приравнен к нулю. И все началось сначала. Субтитры сделал DimaTorzok